Всем привет, с вами Керакотова и сегодня мы с вами поговорим про героев великолепного века, которых не существовало на самом деле. Симбюляга. Великолепный слуга. Симбюляга не существовал во время правления Хюрем-Султан. Именно, вы не ослышались. Верный слуга с отличным чувством юмора не мог существовать в то время. Единственный евнук с именем Симбюль-Ага служил Ибрагиму-Безумному, сыну Кюсем-Султан. Изабелла Кастильская. Такого героя, как нам показали в сериале, не могло существовать в то время. Изабелла так и не смогла добраться до своего суженного, так как попала в плен Султану-Сулейману. Пылкий роман в охотничьем домике просто не мог быть, так как Изабелла Кастильо могла быть, но не в той роли, которую ей приписали. Она в тот момент была намного старше Сулеймана и годилась ему в бабушке, но точно не в любовнице. Ферузе Хатун. Наложница, которая появилась в 64 серии. Хюрем увидела рабынь. Ей стало жалко их, и она выкупила и забрала к себе в служанке. Одной из этих рабынь оказалась Ферузе. Она втерлась в доверие к Михримах и к маленькому сыну Хюрем Джихангиру. Султанша не могла нарадоваться служанкой, но Хатиджей использовала девушку в своих коварных целях. Она перетянула Ферузе к себе и отправила в покое к Сулейману. Ферузе договаривается Хюрем, и если она отнимет ее ночь четверга, то Хюрем должна уйти не только из жизни Сулеймана, но и из своей, точнее Хюрем, должна будет отравить себя. Но Ферузе оказалась засланным казачком и была родственницей злостного врага Сулеймана. Ее отослали. На самом деле такого героя не было, и это проделки сценаристов. Садыка Хатун. Девушка, возлюбленная Матракчи. Тоже была выдумкой. По сериалу Садыка попала в постель к Сулейману и хотела отомстить за своего убитого жениха. В общем, все женщины, которые претендовали на сердце Сулеймана, кроме Махидевран, были выдумкой, чтобы поволновать наших зрителей. После свадьбы Хюрема Сулеймана Султан практически распустил весь гарем. Хуриджихан и Султан. Девушка, в которой текла кровь османов. Она была дочерью Хатидже и Ибрагима. Хуриджихан отправили на воспитание к Хтьме, после того, как умерла ее мать. Девушка выросла и приехала во дворец. Она быстро сближается со своим двоюродным братом Байазитом и становится его женой, начиная пакостить Хюрем. Но в реальности такого героя не существовало. У Хатидже были дети – Ханым и Филане. А вот брак с Ибрагимом историки не могут подтвердить. Фахрие Калфа. Диана, которая раньше была воровкой и по воле Мустафы была направлена в гарем. Она быстро освоилась и начала расти по карьерной лестнице. Вскоре Фахрие – это имя, которое ей дали в гареме, стала главной калфой. И ранее она была задействована для уничтожения Хюрем Султана. Со временем девушка переходит на сторону Хюрем. В истории у Хюрем не было служанки с таким именем. Следовательно, Фахрие – это выдуманный персонаж. Михренеса Султан. Михренеса – законная супруга Шизаде Мустафы, мать Мехмеда и дочь Барбароса. В реальности не существует упоминания о детях Хазы Реиса. Османский корсар не оставил наследников, тем более женского пола. А вот женой Шизаде Мустафы была Румиса. Однако, героиня Берак Тюзина Тач очень полюбилась зрителям. И без нее история последних лет опального наследника престола не была бы такой драматичной и восхитительной. Махидевран Султан. В сериале Махидевран называют Хосяки Султан. Этого не могло быть в реальности, так как Хосяки этот титул ввел Султан специально для своей Хюрем. Хосяки титул могла носить только законная жена Султана. Но Махидевран не могла ей быть, так как считается простой наложницей Сулеймана, от которой у него был сын Мустафа. В истории после драки с Хюрем Махидевран была отправлена в старый дворец. Друзья, делитесь впечатлениями про персонажей великолепного века в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропустить наши интересные видео. С нами будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok